Добрый вечер, дорогие друзья! Да, про такие технические сбы, это всегда говорит о том, что мы очень тщательно и очень серьезно готовились к нашей встрече. Как вы понимаете, за 300-летнюю историю Петергофа в нашем городе любимом жили, трудились, работали, родились, учились и так далее. Очень много известных художников, писателей, поэтов, актеров и так далее. Это целая плеяда очень известных, не очень известных и малоизвестных людей. И вот одним из таких замечательных художников 20-21 века является Евгений Козлов, жизнь и судьба которого очень тесно связана с нашим любимым Петергофом. Узнали мы это имя, честно, благодаря еще одному замечательному человеку, который жил в нашем городе. И, к сожалению, ушел недавно из жизни. Это режиссер, художник и фотограф Евгений Ефит. Благодаря Игорю Хадикову, который сегодня здесь с нами, его усилим и старанием Дима Алексеева, мы узнали такое имя, как Евгений Ефит. Мы стараемся говорить и рассказывать о Евгении. И вот Евгений Ефит позволил нам раскрыть еще одно имя. Это имя художника Евгения Козлова, у которого есть творческий псевдоним, очень известный, ЕЕ, очень запоминающий. Ну и кто такой Евгений Козлов, как он связан с Петергофом, об этом нам расскажет замечательный человек, искусствовед, галерист, человек, который муза Евгения Козлова, это Ханна Лорафоба. Она специально приехала к нам из Берлина, чтобы рассказать о творчестве Евгения. Но приехала не просто так, не только ради нашей Петергофской библиотеки и жителей Петергофов. Ханна Лора делала доклад на очень серьезном международном культурном форуме, который только что закончился в Санкт-Петербурге. Поэтому это очень нам престижно, очень почетно, очень волнительно, что Ханна Лора согласилась прочитать свою лекцию, свой доклад о Евгении Козлове здесь, у нас, в Петергофе. Доклад мы назвали «Огни Петродворца». Ханна Лора об этом расскажет, но так вот, сразу знак вопроса, так называется одна из ведущих и центральных работ Евгения Козлова. И это тоже связано с нашим любимым городом. Итак, я предоставляю слово Ханне Лору. Спасибо. Спасибо, Роман Лору. Я очень рада, что я имею возможность здесь вам теперь больше рассказывать. Мы сейчас свет выключим. И я надеюсь, что с техникой будет дальше все в порядке. В принципе, что я сейчас сегодня буду рассказывать, это тот доклад, который у меня был в пятницу в университете во время этого замечательной формы культурного Санкт-Петербургского, но уже с тематикой еще ближе к Петергофу, потому что мы все-таки говорим о 80-х годах. Когда Евгений здесь жил совсем недалеко, и в этом замечательном месте, которое я тоже очень люблю, потому что, по-моему, это одно из лучших мест вокруг Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, конечно, само по себе замечательное место, понятно. И я выбрала для начала такую фотографию, где он стоит. Это одна из фотографий из его большого архива, фотоархива по 70-х годов. Наверное, это именно сам 80-й год, где мы его видим с любимым, конечно, своим занятием. Там он очень любил рыбу ловить с друзьями и без, и, в общем-то, готовился. Там еще знаменитый рюкзак, с которым потом сделал мотив одного из своих произведений. Так что это юный художник, который в китайском журнале, который вышел недавно в Вижен, где была большая статья, о нем написали прямо на английском «Born to be an artist», «Рожденный, чтобы стать художником». Я бы хотела для начала немножко к введению темы Евгения Козлов и Петер Гофф вам показать наш сайт. Он очень большой, там есть разные рубрики. Этим сайтом, собственно, занимаюсь я. Там есть много отделений о, вообще-то, ленинградском искусстве 80-х годов, в особенности, связанном с группой «Новые художники», который создал Тимот Новиков. Евгений был членом, ну, достаточно важным членом этой группы. Ну, я хочу в этом сайте показать, как вообще разбираться его творчество, потому что именно в 80-е годы, ну, в 80-м ему было 25 лет, именно в 80-е годы у него пошло достаточно большое развитие стилистическое. Это мы еще увидим в докладе с названием «Огни Петер Творца», конечно, еще под названием «USA, CCCP, China», значит, очень великий спектр стилистических и тематических подходов его творчества, какие-то темы связаны с Петер Гоффом, а других нет. Так что, начну с этим сайтом, который развивается. Вот тут мы видим, у меня есть такая удобная палка. Здесь, конечно, известна пара художник, и, как сказала Аня, муза, но я бы хотела на самом деле быть музой, но это не получается, потому что у меня есть такие, такое есть представление, музыка, которая лежит на диване, да? Время-время-время-время-время-время приносит чай и другие вкусности, и она так хочет, не хочет и так далее. На самом деле, конечно, если вы посмотрите на этот колоссальный размер мастерской, который тогда у нас было до 2008 года, заниматься такими, как сказать, совсем отвлеченными динамией, получается, нужно заниматься очень конкретно и очень серьезно делами и искусством, но это и очень хорошо, потому что очень интересно на самом деле. Вот здесь уже видно, которые знаковые произведения, например, вот «Скруппе кино», «Калашево», вот это как раз слева объявление, выставка, которая была у нас в марте в одной из Берлинских галерей, и об этой выставке я, собственно, и буду говорить. Это буклет, который здесь, видите, у меня остались еще несколько экземпляров, если кому-то интересно. Вот. Сайт название совсем несложное. Мы выбрали, поскольку у него в сердонем ЕЕ, то, соответственно, через дефис, а потом ЕУ, потому что там опять буква Е является. Так что это можно, в принципе, вспоминать. Там есть очень много, очень много разных подсайтов, но я сейчас перехожу прямо на «Арт». Первое, вот это дополняется постоянно, постепенно, но все равно, конечно, это могу сказать только часть того, что есть. Вот эти все первые рубрики, страницы, они посвящены разным годам. Первое, да, потому что мы можем считать, что это ранний период. И дальше уже тут идут какие-то циклы, их очень много тоже, потому что Евгений Козлов работает в принципе, или занимается с вами творчеством, слово «работа» вообще отрицает для искусств, потому что это не работа, это творчество, большая разница. Так что в циклах, в таких тематических, которые обычно идут 2-3 года, потом он переходит к новому циклу. И нас сегодня интересует этот, так называемый, Петерговский период. Он переехал с семьей сюда либо в 70-м, либо в 71-м году, как-то вот так. Они здесь получили рядом квартиру, и, соответственно, в последние годы школы ему пришлось ехать в город и обратно, как всем, которые иметь дело в городе. И потом он уже остался жить здесь. И только в 89-м году, когда у него открылась мастерская в центре города на Фонтанке, на Наборежной Фонтанке 145, это стало известным центром искусства «Скотт», там был первый техноклуб в городе и так далее. Тогда он уже переехал в город. Мы там познакомились в 90-м году, и, соответственно, в начале 90-х он переехал в Берлин, где он живет с тех пор. Вот. Значит, что нас интересует, я не буду это все патронно, потому что это очень большой материал. Если мы говорим о Петергофе, конечно, безусловно, мотивы этого места прекрасного есть в самих картинах. Я сейчас просто покажу несколько примеров. Это называется «Железная дорога», картина. И она находит, ну, я думаю, что где здесь живет, то даже может идентифицировать место, если просто выйти из библиотеки налево и в сторону через дорогу, да, то вы узнаете, где этот мост. Это конкретный, так сказать, конкретный маншалт. Англишский парк. Ладно, да, туда. Таким образом, конечно, и сам Петергоф вошел как мотив его искусства. Еще похоже на это, вот это, конечно, как Петергоф, вот тоже, в принципе, такой же в этом стиле, вот в 81-м. Если мы переходим на 83-м, то там есть очень искренние рисунки, которые сцены на плаше, на финском саливе. Это, кстати, именно эти виды очень любит Екатерина Андреева из русского музея, поскольку она знает творчества Евгения, конечно, это группы новых художников, конечно, это одна из основных групп авангарда 80-х, может быть, и самая основная. И я одна сейчас спросила, Катя, нет, Евгения, спасибо, какие тебе больше нравятся картины, что больше. И она именно на это вышла, это очень, конечно, нежные, основные выразительные. А вот там наверху розовый пруд, подпись. Наверху что? А вот выше, который, вот это, написано розовый пруд. Это вот с водовода выход, наверное, да? Да, розовый пруд. И, конечно, есть еще картины, я просто сейчас на этой теме особо не буду останавливаться, но кроме того, что есть отдельные сцены, либо пейсажи, какие-то сцены в Петергофе, конечно, надо сказать, что весь этот дух этого маленького города, эти сады, парки, это прекрасная архитектура, это пространство, море, парки и так далее, что сильно отличается от центра города, такого очень живого центра, да? Конечно, это ему дал все-таки решаться, как сказать, другие, ну, эмоции, другие медитативные моменты, которые в центре города так не находишь, если, может быть, только себе закрыт внутри, и мысленно, медитативно об этом думать, а так это было у него вокруг. И, как вы видели на берег фотографии, он очень нашлодался именно природой, и, в общем-то, мечта это жить у берега, либо Большого острова, либо моря. Пока вы, или, к сожалению, это нам не удается. Я хочу здесь еще перейти на... Вот эти картины в Лондоне висит на выставке в 2014 году, которое было, я хочу здесь перейти на темы, в принципе, моего доклада сегодняшнего, потому что очень интересно получается, как он совместил в похожих сцены, которые достаточно похожи друг на друга, разные мира, можно даже сказать. Вот она называется Восшингтон. Этот рисунок небольшого формата называется Восшингтон. Видите такой, опять же, городской сцены с машинами. И что у нас получается? На этой картине вы видите, что она, в принципе, отражает мотивы... Находится в Русском музее, картина внизу, да? И, конечно, по-другому сделана уже. Одна фигура полностью исчезала. Машина, она тоже исчезала. Это тоже такой немножко фантастический ландшафт. Также южный, можно считать, спалами. И если мы посмотрим на ее название, то мы видим, что она называется Петербург-Красный проспект. Да? Имеется в виду, что это... Санкт-Петербургский проспект был красный. Сейчас совершенно правильно. Сейчас уже Санкт-Петербургский, кто не помнит это или не знает, сейчас Санкт-Петербургский. Но, в общем-то, совершенно... И это интересно, совершенно такой открытый вид и ощущение, что то ли Вашингтон, то ли Петербург, это как-то... Это все мировая цель, но имеется в виду, это в одном мировом контексте. Понимаете, да? И то, что какой-нибудь... Ну, представляете себе 83-й год, Петру дворец, еще Советский Союз, и нельзя сказать, что это совсем открытый мир, да? А у него творческий взгляд тогда был уже достаточно таким свободным, без ограничений, и сделал такие... совершенно удивительные развития тематические. Вот, а теперь я перехожу, собственно, к теме доклада, и тут... Надо микрофон, нет? Надо микрофон, да? Нет, я слышу. Как вы считаете, все хорошо? Все слышно, да? И вам в последнем ряду... Не надо, не надо. Вам вообще не надо. Все хорошо. Хорошо, да? Да, с микрофоном хуже будет. Вот, если мы посмотрим, вы уже видели буклет, то вот эта выставка, которую мы сделали в этом году весной, я поняла, что именно в 80-х годах у Евгении является тема США, Советский Союз, СССР, но Евгений это читает как СССР, значит, как английская буква, и уже Чайна тоже появляется, то у него периодически эта тематика, она возникает, и она периодически развивается. Это не единственное. Я хочу сказать, он не художник политический, в том смысле, что ему нужно было обязательно изображать какие-то политические отношения. Но поскольку все-таки человек живет в таком свободном международном контексте, то, конечно, эта конфронтация двух держав, она отражается в его искусстве, в том числе, но она отражается очень интересным образом. И сейчас мы посмотрим, я собрала для выставки несколько картин из этого периода, начиная с 80-го и заканчивая с 89-го года. Это, в принципе, и у него вот эта тема после открытия Советского Союза, после вот этого периода, когда вот эта закрытость исчезала, тогда и тема тоже у него была исчерпана. Вот это галерея, видите, слева, конечно, я здесь стою, справа Евгения стоит, и картина, которая называется «Точки соприкосновения». Она была написана в 89-м году, а я об этой картине именно я еще и буду говорить, но здесь мы уже видим сверху написаны «USA» и «CCCP», «СССР», да, и «Пара». Значит, какое-то там определенное отношение в двух полах, можно сказать, происходит. Я буду рассказывать более подробно потом уже. картины этого периода, 80-х годов, они уже были выставлены, это не то, что сейчас мы сделали вообще первую выставку, и что эти картины нигде не выставлялись. Частично они были показаны в международных выставках, как, например, видите, такой большой флаг, действительно, в середине, это «СССР», «CCCP», это как раз работа Евгении, она находят, тогда была показана в Тейп Галери Ливерпуль. Надо сказать, что в конце 80-х годов началась такая первая волна международных выставок именно новых художников. Вот там еще следующее видео. Где здесь картина? Вот эта картина считается, да? Вы знаете, во-первых, это, конечно, очень плохая фотография, потому что я ее переснимала с экрана видео, и видео, соответственно, тоже не самое лучшее качество, а вот слева висит картина Новикова Тимура, а справа Бугая, так что если мы говорим об этом периоде, о аргартизме, то, конечно, это все-таки знаковые личности, как и сам Казов, они там при развеске. На самом деле это текстильная работа все. Дальше мы видим еще одна работа Тимура Новикова того же периода, примерно, который тоже обикрывает эту тему по-своему, советский слаг вверху, и снизу указан вот этими маленькими фигурами слово СССР. И другой пример, который я еще приносила, тоже не очень хорошая фотография, но она из нашего архива был такой замечательный художник Кирилл Хазанович, он тоже относится к группе новых художников и он ушел в жизни уже очень давно, в 90-м году. Одна фотография в нашем архиве, которая, конечно, знай НАТО, вот эта тема популярна в тех годах, конечно, война тематик, но достаточно эритмические восприятия. Я показываю только для того, чтобы, конечно, не сразу сказать, что показал или единственным. Он был не девицейным, но все-таки, по-моему, именно его подход был очень интересным и отличался от подхода других художников того периода. Мы сейчас возвращаемся именно к 80-му году. Значит, слева одна с картинами Кандора. Для сравнения я еще выбрала картины Малевича в центре и справа из цикла Лебедева. которая сделала эти знаменитые окна роста. Картина называется «Мертвые ласки века». Что мы здесь видим? Мы видим фигуру Америки, конечно, мы видим фигуру Советского Союза или же Россия. Причем в этом докладе я не буду различать между Россией и Советского Союза. Конечно, это имеет смысл сделать, но в контексте этих картин я буду к этому относиться как идентичные фигуры. скажем. Справа Россия, слева Америка. И что у них получается? Они, конечно, между собой каким-то образом разбираются. видно, конечно это мертвые ласки по названию самого художника. Они в каком-то отношении торгуются чем-то. Каждый наверняка старается быть хитрее другого, но к тому же у них в игре есть земной жар, потому что именно эта конструкция, потом я покажу еще в большем размере, вот это у них на руках практически находится земной жар. от их отношения зависит судьба этого. Если мы посмотрим чисто по стилистике, то мы видим, что есть такие в Лиане Майлевич или похожие в стиле, например, у нас есть очень высокий горизонт, как и там, у нас есть переходы из темного к белому, как тут например, у нас есть такая геометрическая аранжировка фона и так далее. еще это сравнивать с лебедем, тогда мы видим, что движение здесь диагональны, как и тут тоже на ход такой. Ну и конечно эта плотность форм похожа. Но это похоже на первый склад по технике. А если мы говорим о тематах, я сейчас иду и покажу, показывая деталь, то может быть вам это было не сразу заметно, но вот тут около лица России или Советского Союза вы видите еще одно лицо, это как раз лицо ангела. Почему не сразу видно, потому что это могло быть и те, да, и его черный глаз, могло быть продолжение глаза фигура направо и то же самое с артом вот тут значит тут он стоит если мы на его обращаем внимание в иконах кстати такой прием используется в иконах куда особенно кисковских вот такой прием используется когда они дополняют одного из героев это занимается так мне так окей сейчас мы идем назад и смотрим еще раз на эту фигуру и тогда нас уже бросается плаза еще более вот крылья с одной стороны которые как-то вот его берем вот здесь другая она тоже не очень видно потому что она повторяется в принципе чисто по цветовой гамме да именно в рюках вот эти фигуры еще мы видим здесь одну ногу опять же ангелы это ангел смерти не почему это как раз ангел хранитель который незаметно для этих двух фигур потому что каждый из них думает что она главная правда они же вообще-то такие самостоятель главные они они не понимают что за ними они они которые очень чатно как-то балансирует вот их отношения и делать так чтобы все-таки там не получилось с сегодняшней ситуации ангел смерть скорее всего ну чего там же написано противостояние двух держав в этом смысле мертвые ласки а не в смысле отношения к этому ангелу второе название называется внешний облик отношений двух держав внешне потому что ну в общем-то незаметно что за ними еще ну как сказать кто их не опускает потому что если их опускаться мы по себе а я не буду делать как хотят то конечно в понятно куда мы идем и в чем тогда разница между как сказать подхода Евгения Козлова и запустим подхода политического искусства или пропаганда как направо где любят их вот здесь идет речь о том что врага нужно уничтожать значит его элиминировать а вот здесь идет речь о третьей силе поэтому я это искусство называю диалектические а это ну как сказать антидиалектические там нет вот здесь синтезис возникает а здесь нет здесь может быть только либо одно либо другое там борьба которая заканчивается победой а здесь победы не может быть она не может быть там будет и будет да окей значит это работа 80-го года мы здесь видим кстати что фигура ангела она с самого начала 8-го года и так же как еще крест крест тоже такой покажу еще тут не сразу бросается в глаза крест формы диагонала ну вот белый белый да тоже вечно дело в том что это все входит в принципе писал вот диагонал вот так креста широкий ну это нужно один раз увидеть а потом это теперь сразу понятно сразу картина 87-го года значит там конечно есть еще картины между мы видели например вот этот Вашингтон и Красный проспект но я сделала такой выборочный подход это как раз Петер Гоффи картина свою квартиру которую он называл галактика галактика потому что для него хотя место квартира маленькая но ощущение внутреннее она галактическая она безлимитная космическая можно сказать и картина называется как вы видите Китай СССР и тоже достаточно интересно что вдруг неожиданно именно в том году возникает тема Китая потому что в том в тот момент Китай играла еще не особо важную роль в мировом контексте конечно мы все знали о Китае но это было что-то отделенное как они изображены здесь как музыканты как раз держит здесь гитара вот один гитара и второй значит это фотография снят именно в тот момент когда она была сделана здесь мы видим картину уже в галерее слева точки запресс основения вот здесь Китай СССР и еще в полном виде когда я во-первых эта картина относится ну как сказать у нее есть такое это нельзя сказать диптик но есть вторая картина которая к ней относится мы тоже видим который изображает отношения между США и СССР в то время там мы видим тоже музыкант но остановимся на момент на этой тематике в чем тут вообще есть китайского и что там видит художник но вот он меня объяснил что это на самом деле смея такой или драгун от него такая мольня она переходит свисту причем не красная а именно формы неба дождя вот этот элемент природы очень важный в Китае вот здесь мост мост который говорит о высокой культуре развития высокой культуры и сделана она совсем в другом стиле если мы помним то первая картина это была такая русская авангардская мобильяне а здесь у нас уже идет поперек реалистический живопись плюс к тому еще граффити арт потому что это сделано спреем и достаточно большая картина я ну как всегда когда начинаешь разобраться в истории искусства и вдруг тебе что-то приходит видишь что-нибудь тебе бросается в глаза конкретно здесь я нашла флаг в династии кинг который закончился соответственно в 1912 году и мне просто поразило похожесть композиция не в том смысле что там есть такое дракон но если мы посмотрим как она построена вот это вертикальная форма дракона плюс вот здесь это тело которое в принципе здесь образуется просто форме зигзага более современной и хвост и звезда плюс к тому же вот эти четыре ноги которые поставлены точно именно там где музыканты это конечно очень интересно вот это такая очень далекая интерпретация но такие вещи бросаются в глаза тут конечно мы понимаем сразу что если это одно целое и ноги движется гармонично на одно направление они управляемы тут никакой гармонии нет между ними каждый играет сам по себе они разделенные и такое ощущение у нас есть когда мы смотрим на другую картину которая именно кейн относится сложные происношения потому что это пи-эс-эс-эс и а-эс-ю значит наоборот почему это наоборот у нас изображается потому что мы смотрим изнутри чего-то может быть это даже клетка как в зоопарке наоборот это мы смотрим изнутри наушек зеркально в том смысле что где-то там зрителя стоит в принципе с другой стороны а мы внутри музыкант тут неизвестно кто он относится ли он ссср или юсэй может быть и так и так но он себе ограждает значит он строит себе конкретно барьеру между собственной территорией и той территорией за которой уже он не хочет выйти и соответственно публика не может тебе пускать это такой стиль или такой подход самоизоляции остаться само по себе значит не идти в контакт как мы видели в предыдущей картины тоже отдельные музыканты и здесь отдельно в принципе если мы в 87 году думаем о том что у нас уже главная держава возникает в таком контексте мы все-таки видим что у них не получается ничего с гармонией они каждый каждый музыкант каждый играет сам по себе он солист он выступает в соло они не будут играть в оркестре они не будут свою музыку подстроивать между собой они остаются все-таки отдельно сам по себе ну дальше у нас идет та картина собственно которая посвящена именно названию моего доклада это «Огни Петрова дворца» но есть более полное название это «Страх врагам огней Петрова дворца» вот она здесь находится в середине еще две картины каждого справа и слева эта фотография была снята в 2014 году в Финляндии в музее Абла Винтис и Основа как раз все эти картины находятся в коллекции музеев сейчас мы будем говорить именно об этом потому что это сугубо петербургская или Петрухорцовая тематика во-первых вы ее видите уже здесь полностью и еще отдельные фрагменты фрагменты указывают название «Агни Петру дворца» вот тут в СССР да логотип арт из СССР искусства СССР в того же время это картина уже 89-го года мы с Игорем Хадиковым или с Аней попробовали как-то узнавать откуда именно вот эти потому что вот это ткань которую я где-нибудь нашел или кто-то ему дал который очевидно служил как дефункции на праздниках какого-то на огни краса и ну там пара есть танцующая поэтому если кто-нибудь узнает еще я не могу просто здесь потому что это педер но могу потом показать на другой фотографии фотографии я получила и поэтому из финляндии она не очень большая поэтому видеть больше детали к сожалению не удастся но кстати мотив флаг тут тоже присутствует конечно да вот такой флаг вперед тут есть другие эмплемен ногу которые он развивал в тот момент и символ еще мир мир со знаком вопрос это очень важно потому что сейчас я перейду как раз к названию огнепетру дворца мы уже видели откуда она возникла а вот этот страх врагам это совсем не однозначное название потому что на самом деле эти буквы которые желтым цветом указаны если их убрать то у нас остается буквы р а икс или х если их читать если их читать по латински то у нас получается слово пакс а это как раз и есть мир поэтому это просто двойное название второе полностью противоположное первое это страх врагам и это пакс и как раз вот тут у нас начинается очень глубокая христианская символика я сейчас по-быстрому найду перевод значит причем конечно надо сказать что мне неизвестно до какой степени сам художник сознательно все эти моменты использовал просто они мне очень так бросаются очень в глаза как очевидные факты значит вот эти противоречия и любви и ненависти если вы помните как это случалось в Библии в Евангелии от Морфии вы слышали что было сказано люби ближнего твоего и ненависть врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших и благословляйте продвиняющих вас значит вот этот момент здесь полностью уже сохранен но дело в том что это не только этот парадокс существует не только христианство великое это еще находится в глубоком глубоком даоизме и еще до в четвертом веке до нашей эры дао дедзин написал в своем большом рассказе в 49 главе благ я к благому и благ я к неблагому значит вот это обращает это опять же если мы хотим это такая диалектика такая высокая синтези и одной стороны и второе и соответственно конечно все эти христианские символы которые мы видим если мы обращаем внимание на эту букву опять же р да но его пересекает эту линию как формы называется чисто технически старограмм это одна из форм христов христианских также называется крус комиссар она здесь формируется здесь может быть в меньшей степени вот она использовалась в старинных скульптурах дальше у нас есть отрядчики этой картины как сказать в одной паре может быть сложно сказать но вот видите здесь опять же возникает название страх разом у нас только такая фотография из чебе в черном белом потому что мы не знаем где она находится сейчас но здесь она все таки в цвет видна и тут разделение буквы по цветам совершенно другое видите вот здесь с только красные а те уже черные и поэтому если читать то будет то это это конечно напоминает фонически очень известное слово которое я сейчас говорить не буду но соответственно это совершенно противоположное глубокое высокое религиозное философское значение которое у нас получилось предыдущей картину если мы говорим о этом фрагменте важном то он вообще изображает сцену из такого игры в перформансе новых художников где стояла на право Тимур Новиков слева это Игорь Веричев и в середине еще Евгений вот тут конечно парафраза полная сохранилась композиция и у них идет какая-то борьба ну игра скорее всего поэтому такая иронические сатирические в стиле граффити очень интересная композиция почему это важно потому что вот эта глубина которую мы видели в первой картине она конечно никогда не является пафосной и весь пафос монументально рушится когда мы видим вот такие другие картины кстати тоже из серии еще ну мы приближаемся уже к концу это последние две работы которые я буду говорить причем это можно называть эскизом совсем небольшой как видите высота 46 сантиметров а вот здесь наоборот очень высокая 20 больше двух метров я не знаю можете угадать в чем откуда этот объект возник оригиналом из первобытном виде что в принципе он представляет собой это как называется лоток по-моему русски куда нужно вилки и ножи положить так распределить лоток наверное лоток и внутри такая накладка какая-то зеленая очень мягкая на ней он рисовал ну скорее он сделал трафарет потому что именно в тот момент Евгений очень много работают трафаретами и распределил опять же вот это и сссср по парламенту хотя мы не знаем к чему именно относятся ссср это уже вам пожелания и сделал из него большую картину она конечно отличается может быть нас первый склад даже не с нами она длиннее и фигуры длиннее стали но самое главное точке тоже такая игра вы не видите такой повтор совсем как-то пользу сохраняем первым образом обязательно будет каким-то выходе и они как раз вот эти картины называются точки соприкосновения почему потому что это пара это дуальность это противоположность как мы знаем на поларность который выражается например символические мужчины и женщины но мы понимаем что именно из них получается что-то третье это поларность опять же если мы помним первую картину из к двум фигурам еще обязательно должно быть что нибудь еще вот опять же мы можем найти разные формы объяснения как это переходит одно в другое на примере если вы знаете эти символы конечно и не я китайского это отдала здесь да и очень важно который в принципе нам объяснять что одном переходит в противоположное но никогда не полностью всегда сохраняя в себе что-нибудь от первых видов и тут и можно изображать зеркала на чем можно дублировать это один символ либо таким образом еще таким и все-таки одно переходит в другое или можно также это делать более простым способом что в принципе тоже сразу интуитивно делать вот этот зритель он соединяет эти точки а эти точки они стоят на тех местах которые основной через человек это значит его мозг мышление мысль да вот эти органы как называть репродуктивные значит вот что его определяет потому что вот это есть животные а вот это есть у нас значит такой крест опять же получается крест формы вот одна из весен христианских листов здесь называется где-то санкт-андрея и хрукстый кусак вот такой точки соприказновения есть еще второй крест это крест формы это называется кау и так иногда по-русски это греческая буква те которые тоже иногда указывается в картинах в картинах религиозных на распятие креста например в этой картине видите там практически одна палка горизонтальная и вторая вертикально но она не переходит на наверх да она вот заканчивается тут она называется как раз тау-класс или крест формы то и также круг с комиссия почему я на него указываю потому что в принципе у нас тоже есть такой то он не идет наверх и у нас есть расположение фигур слева права вот конечно опять же нас за что ясно что я эту картину нашла случайно образом это не сам художник выбирал себе эту картину и сделал свое произведение на это как сказать уже пост факту такой анализ такая интерпретация это нужно четко понять как и одна из возможностей ее интерпретации и я уверена что можно ты и много других но мне это поразило потому что несмотря что здесь эти фигуры конечно это синджон это юанна и святая дева слева здесь конечно не совсем абстрактные фигуры но тоже у нас есть мужчина и женщина только наоборот у нас здесь у у нас слева мужчина и справа женщина но если мы посмотрим их расположение как она относится к мира то опять же вот фигурка который стоит слева она притяжена а фигура справа она указывает на объекта идет такая движение наверх и я конечно тогда думаю но смело моей интерпретации как можно вообще распятие христа сравнивать с такой картиной который сделан и более что там нет фигура креста я так думала да вот потом я рассмотрела его патроне и обнаружила что вот это что-то там ну какая-то там какие-то краски до которые случайным образом или не случайным туда попала на самом деле конечно совсем не случайно но вот мне поразило когда я обнаружила что здесь можно видеть рука в середине голова формы тела может быть даже ноги и вот здесь не очень видно но вот этот хан как разрывается значит все таки фигура христа здесь но не в традиционном виде не в тело физически а в таком очень как сказать такой намек на его существование духовно про поздно обстрада но и визна не только абстракт на скрытие я собой его нет нету ему она скрыть скрыть это как разуме может даже присутся лента потому что однако можно сказать когда есть противоположность поле и с ними идет точки соприкосновения то появляется третье а третье который мы знаем как лобус до религии значит слово первобытное слово которое все составало все застает обязательно есть ну сегодня я бы сказала религиозный искусство она может имеет совсем другой как сказать характер нет не характер а совсем другое знак и может быть ли по другому но она может быть настолько же глубоко в принципе как и древние искусства не обязательно художника сделать какие-то копии того что уже было развивать свои свои новые фигуре я возвращаюсь еще к китайские философии потому что вот это тао да вот здесь вот это который тоже принципе указан буквой те значит одна страна вторая страна и можно сказать что земля небо а между ними и жучили которые сотворить конечно он творец не самый великий но он тоже творец творцом является на этом я заканчиваю свой доклад спасибо вам большое за внимание если еще будет что меня смущает современного искусство что можно я скажу по вопросам вопроса что меня смущает современному искусству если бы вы нам это не рассказали вы еще не поняли ничего не поняли в чем смысл тогда в чем смысл вот я хочу понять это совершенно правильно говорится и даже я могу сказать что я не видел из первого момента однако что я видела и что я поняла что в этом искусстве есть что-то что стоит этим заниматься что не надо нельзя пройти мимо потому что он тебе при меня нет нет я не скажу специалист у меня получил наоборот я стал специалистом потому что после того как я это видела вот у меня возникло желание это понимает и узнал больше наоборот потому что вы знаете специалисты специалистам стать может быть в технике можно так очень ну так решить я хочу стать специалистом с искусством с литературой вас не получается если у вас нету внутренние взгляд с этим если это вас не трогает тогда они не будете писать ни о пучке не не если мозги на бекре не сдвинуты нет но вот я пришла обычный человек пришла на выставку я сейчас экспрессионизмы узкие прошла но не тронули меня абсолютно я стояла долго пыталась что-то найти что-то если мне не разъяснить что это такое вот здесь я смотрю я вижу вот это фонтаны красота я хочу сказать что я с вами согласна полностью что если это вас не трогает тогда это вас не трогает но тут у меня очень важно сегодня было не то чтобы вас переубедить что вы должны любить меня золото признать а показать а показать что современном искусстве есть не просто какие-то быстрые поверхности и подходы быстрые такие с чем-то разобраться и все и галочки поставить да и есть да и есть достаточно интересно все-таки подходе который стоит если конечно есть желание опять же если человек за интригирует то у него может будет возникать желание туда же заниматься что вот это собственно цель а вот там что и тут собой там отсутствующих персонажа вот там в начале когда ваших тоже красный проспект помнишь на сцене вот этот человек который исчез ну если ты будешь этим заниматься долго нет но могу сказать следующее что евгения очень четко в картинах подходит тому что надо что не надо если он считает что на этом месте не должно быть нет я делал это не случайно я про это и говорил да а вообще что так как я думал что может быть да да то будешь писать в следующей работе Игоря с Рабини в этих картинах Вашингтон ну кстати ангелы вот этого третьего я тебе покажу потом это точно пожалуйста покажи да а вот как вам удалось вот это привлечь так сказать объяснить что это красный проспект как это написано а это написано это написано это написано нет эти названия которые под картинами это как раз авторские названия потому что в принципе он уже тогда все сказал об этом что нужно найти точки соприкосновения больше сказать не может ну что они что через 30 лет еще это сказали через стулит еще раз можно сказать причем причем интересно вот именно точки соприкосновения потому что каждый остается собой не никакой тем каждый имеет право быть сам собой но между ними все-таки из точки соприкосновения они есть и их отрицать можно конечно но тогда будет такой такой изоляционизм как мы видели давайте картине где человек сидит сам по себе играет на своей карманского и точно будет играть еще какое-то время наверное да он кстати на самом деле он и валит между прочим я вот тоже обратила внимание что у него как китайский период это есть такой как сказать это это не период это просто тот факт что возник определенный момент такая картина который в принципе но да об этом я могла бы ноты у него было такое как сказать сказать вот такое как назвать паруси вижу на предвение что вы не спитает а вот он записал нас через страниц но это уже тогда тогда мы переходим к теме вообще художник тирея пророк знак вопрос но тогда мы приходим в мистическую однако это интересно вот видишь ли что это очень интересная тема но здесь мне было важно еще показать что это искусство таки изобразительное значит тут очень важно не только что сказано каким образом как это все построили композиционно да какие техники как и потому что это же не я сейчас говорю в форме доклад и они художник это не было значит у нас совершенно разные он сказал и может быть 400 лет или 200 или 300 и будет еще какие-то искусство или еще там что-то подруга находит потом ну да он бирже человек но не в том смысле что догматичина но просто он как сказать кстати аня вот мне интересно когда я была на конференции там тронулась конечно тема современные технологии но ведь новая техника то компьютер не так далее и все эти возможности сейчас всегда быть в сети онлайн я так думала в киний он же есть онлайн только не именно через интернет на художник великий художник он есть онлайн он есть в сети но по-своему конечно так что это нормальное явление для художника чтобы как-то получить связи ну кстати говоря кому эти интересно у нас есть в этом буклете которые не знаю тут наши писали 91 года искусство будущего я сейчас просто буду говорить рекомендую всех почитать сезон есть на английском а на сайте он есть на русском это в общем-то сказано о том что в будущем искусство будет уже не обязательно в материальной форме да развивается откуда он это знает это ему сильнее там еще несколько фотографий замечательного петербургского периода из того вы еще показали нам такие фотографии которые на вашей флешке там был не так не единственная санглами с нашими знаменитыми там еще были какие-то фотографии с ним фотографии художник сначала я просто покажу где есть буклеты самое красивое произведение где вы с ним будущее вот здесь одно я понимаю но вот у нас есть вот кстати если мы говорим наверно не это имели но тем не менее я на эту фотографию на флешке ты знаешь что открыл я сейчас потому что фотографий у меня очень мало здесь но я хотела показать где мы находимся потому что есть рад картин что в основе что это восемьдесят восемьдесят восемь год у нас на и 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 в и и и у Так что Петергоф и его искусство, но это может быть отдельным тематом, чтобы поискать именно эти. Фотографии, они есть, но они у меня на компьютере. Ну, они же не делают. Вторая, я вам так, видите? Да, да, да. Красиво. Вот это, да. Вот еще вторая. Ну, фотографии, то есть она вторая фотография. Да. Здесь той же серии. Ну, можно вот так уже практически. Да, здесь той же серии, там напъемка, и там остается своим очень хорошим другом, Виктором Лабутовым. А, Лабутовым. Да, Лабутовым, да. Это, может быть, знаете его старше, да? Мы знаем, знаем. Я даже не видела картину. Это Володя? Вы знаете брата. Владимир Лабутовым? Нет, это ее брат младший. А, это брат. А вы знаете Владимира, да? Владимир Константин, кстати, вчера в Каскаде, или позавчера в Каскаде, его выставка именно Петергофа. Понятно. Это была коллективная выставка. Он там только участвовал. Да, и он. Ну, понятно. А это его брат, говорят да. Это его брат младший, да. Ну, там видно, что это Петергоф на его картине. Ну, хорошо. Молодцы. Вот сверху. Да. Анна Лядуховна. Я просто расскажу свое мнение по этому поводу. Правильно. Конечно. Приветствую как раз. Все. Я приветствую, что нам все рассказали. Вот видите, вот давайте об этом говорите. И это просто неожиданно, очень талантливо, профессионально, очень глубоко сделано. Потому что, мне кажется, Евгению очень повезло, что у него есть жизнь. Не очень. Потому что это удивительно. Потому что можно же не только сделать выставку, но надо объяснить людям, чтобы они понимали еще глупость. Действительно. Потому что у многих людей представление что-то поверхностным, непонятным, там вообще полное неприятие какое-то. А здесь абсолютно как бы совершенно другая позиция. Очень глубоко. Вот мне очень хотелось бы услышать мнение нашего гостя сегодня. Она впервые у нас в библиотеке. Но не впервые знает, конечно, видит Хан Лора из галереи «Гараж». Может быть, вы несколько слов скажете? Либо потом вообще. Или потом. Давайте тогда сделаем это. От всей души хотели бы поблагодарить Хану Лору. Пожелать ей всех-всех-всех успехов. Спасибо. И этот цветок прекрасный. Он похож на вас, Хану Лора. И несколько дней, как обычно. Спасибо. Чтобы вам было потяжелее ехать. Чемодан был на память о нашей встрече, о ваших друзьях, надеюсь. Пожелания всех-всех-всех благ. И большим приветом к Евгению. Я скажу, и мне очень было интересно тоже с вами. Спасибо, что пришли. Как сказал Виктор Тихомиров, в каждом из кресел себе человек, потенциальный слушатель. И он самый важный, самый интересный. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо Ивану Садикову, который помог нам организовать тоже эту встречу. Особая благодарность. Здравствуйте. А вы же там видите?